Мы дети одного народа, как дерьте на одних весах, в военных шапках мои годы и диссиденты в волосах. Быть может где-то в дальних странах хватает умных мужиков уравновешивать баранов нужным количеством волков, но нам судьбой уникальной претит устойчивости двух, и тяга к новому фатально не может уравнять всех двух. Сейчас первое. Платоядность называется. Конечно, сильная есть тяга, все больше хищников любить, им постараться дать присягу или как иначе угодить, скорее в ряды затесаться, врагов искать и находить, найти, бороться, не сдаваться и под конец всех победить, стальной ухваткой похваляться и молнии метать из глаз, и все вокруг себя стараться перепугать хотя бы раз. Пусть знает наши иностранные среди военных всех программ, что ты аж пять чужих баранов перекусил напополам. Мы омерзительные и злобные, надев военные штаны, и для соседей неудобные, и с виду дикие и страшные. Часть вторая. Травоядность. Ну уж когда настанет время, в бараньи перейти ряды, о-о-о, тут тропками левыми всеми бежим отчаянно туды. Сам дух мясной не переносим, и всех мы хищников ужо, и одного себе лишь просим, позеленей какой лужок. Долой военные расходы, долой неравные права, а на-то, господи, свободу, да демократию давай. И все у нас равны повсюду, и тараканы, и слоны, и скорпионы, и верблюды, те, кто трезвые, и те, кто пьяные, и в стремлении к высшим идеалам, и совесть позабыв, и страх, придут все-все, куда попало, в болотах, тонутых реках, и захмелев от холи счастья, от безграничных панорам гуляют по проезжей части, и давят транспорт многих там. Зловонные повсюду лужи, и свет в подъездах не горит, и мы опять мерстив наружу, почти что так, как изнутри. Я пилог. Уж я не знаю, как закончить, мне этот грустный-грустный стих. Все плохо здесь и днем, и ночью, и на двоих, и на троих, и чтоб не возвращаться к теме, и сказки, чтоб не делать быль, всех разогнать в кедрении фени в Израиле или в Израиле.